всем привет меня зовут вероника и вы попали ко мне на канал сегодня мы с вами потянем ноги да потянем ноги хорошенько разогреемся я вам покажу несколько упражнений которые помогут вам сесть на шпагат ну что поехали давайте начнем как всегда когда мы тянем ноги очень важно разогреть заведенный сустав мы делаем прокручивающие движения высокая коленка таких движений мы делаем 10-15 раз с каждой ноги поднимайте высоко ножку и старайтесь не горбатиться спинка ровно обязательно на другую сделали 10-15 этого достаточно также мы можем повторить это все в другую сторону к себе раз два заворачивайте поднимайте ножку выше тогда у нас начнет все хорошо разогреваться это то что нам нужно и другая ножка мы постоянно делаем эти упражнения потому что они достаточно эффективны дальше мы встаем ножки чуть шире чем ширина плеч опускаем корпус вниз грудь тянется к полу живот тянется к полу спинка ровно руки по сторонам и мы садимся вниз волной уводим руки вниз и мы расставим снова наверх раз и два сажусь низко коленочки не выходят как приседания да коленки не выходят вперед острого угла нету на север вниз и выросли вниз максимально точно внимательно вниз и коленочки дотянуть еще разочек и можно повторять ручками вперед протянуться тазом назад а руками вперед спинка ровно старайтесь не горбатиться и за счет того что мы прогибаем поясничку и подкручиваем копчик мы уходим ровно спиной держим в статических положениях старайтесь держать себя по 30 секунд примерно так и вырастаем наверх сбросите ножки поехали дальше встаем правая нога у нас передняя да не важно с какой вы начнете передняя нога у нас смотрит точно вперед передняя нога смотрит точно вперед и задняя нога смотрит точно за ней корпус у нас идет также вперед видите я косточки не разворачиваю и не ухожусь в эту сторону развернули развернули ставим бедра на место и на выдох я ухожу вперед мы здесь держим можно чуть-чуть на выдох покачаться коленочки затянуты спинка ровная качаюсь руками тянусь вперед а тазом назад да у нас такое движение здесь я чувствую заднюю поверхность бедра и на выдох руки опускаю вниз что я здесь делаю я носочек поднимаю наверх и дальше я перекатываюсь на полу палец на выдох носочек наверх и снова на полу палец на выдох носом коленочки и снова на полу палец если вам сложно коснуться руками на полу сразу возьмите кубики либо книжки либо еще что то да можете подложить прям несколько книг туда у вас будет здесь опора ну что сделать если я такая по природе итак мы берем наши кубики и делаем то же самое перекатываемся раз с одной ноги на другую очень хорошее упражнение мы также тянем заднюю поверхность бедра еще и ножны у нас здесь задействуется так что супер упражнение и мы сделали так и в 10-12 раз зафиксировали себя здесь можно взять за носочек и мы стоим с вами подышим дышим отлично хорошо дальше я ухожу в выпад очень важно коленка у нас уходит точно над пяткой да? потому что острый угол если мы будем делать вот так видите? никогда так не делайте хорошо? договорились? не надо потому что здесь вся нагрузка идет на коленный сустав а это нам не нужно поэтому мы встаем у нас коленка точно над пяткой корпус ровный и мы просели максимально вниз здесь также можно чуть-чуть покачать себя вниз держим и зафиксировали спинка ровная фиксация 30 под посидим очень хорошо тянет заднюю ножку бедро если вы так же не растянуты да? уровень начинающий либо средний у вас может тянуть и заднюю поверхность бедра передней ноги это то что нам нужно убираем кубики и руки ставим с левой стороны от ноги нашей правой что мы делаем дальше? коленку видите я не сгибаю коленка у меня прямая я двигаюсь вперед тазом и назад вперед и назад на выдох вдох и выдох вдох и выдох видите спина у меня ровная стараемся всегда проверять спинку если чувствуете что где-то идет округление спины мы просто подкладываем что-то под руки вдох отлично здесь максимально также растягивается задняя нога и удлиняется на километр просто такое ощущение должно быть что нога прям удлиняется назад хорошо и можно зафиксировать тоже пяточку пяточку назад и тянем тянем еще больше ногу удлиняем мы же хотим чтобы у нас были ноги длинные красивые растянутые поэтому стараемся максимально уйти туда хорошо вернулись оп отлично мы обычно делаем такие упражнения для того чтобы собрать все суставы чтобы мышцы перетохнули можно уйти ручками вперед уйти на бедро уйти на второе бедро снова хорошо ну что мы обязательно сделаем это то же самое с другой ноги не забудьте ну а что мы поехали дальше что мы делаем мы садимся на коленочки и я делаю оп и заворачиваюсь в узелочек расставляю носочки широко и постараюсь сесть точно на пол двумя ягодичками здесь проверяйте да максимальное положение ножку не вытаскиваю вперед вот она у нас остается здесь рядышком никуда она не гуляет рядом с нами все сидим мы посадили две ягодички спинку вытянули копчик слегка подкрутили ровная спина макушкой тянемся наверх вот здесь вы уже почувствуете вот эту вот часть максимально хорошо мы делаем вдох и выдох привыкаем к положению опять же если не тянет что мы делаем мы берем опять же можно взять кубик либо еще что-то перед собой а можно просто руки положить на пол и на выдох ровной спиной и животом я ухожу вперед спина не горбатится ровная спина и ухожу вперед пальчиками тянемся ваша задача в идеале лечь животом и грудью на бедро переднее вот здесь уже очень хорошо можно еще коленочку додавить вниз вы почувствуете всю прелесть этого упражнения на выдох я ухожу вперед еще дальше и держим еще 10 секунд еще это упражнение очень полезно для того чтобы избавиться от целлюлита девочки угу проверенный факт 10 9 8 7 6 5 4 и дотянуться 3 2 1 выросли наверх и сошли о да и опять же вторая нога у нас работает что мы делаем дальше у нас у всех есть дома стенка мы берем подушку либо что-то мягкое что у нас есть дома подкладываем точно к плинтусу да нам максимально нужно будет прижать коленку что мы делаем здесь я ставлю коленку к плинтусу раз носочек идет точно наверх два далее я выхожу выпад опять же если у нас кубики есть супер если нет книги нам в помощь спинка у нас ровная да мы всегда об этом помним проверяем коленка над пяткой мы уже это знаем толкаем таз вперед ровная спина руками я могу уйти назад и ваша задача на выдох просаживать максимально вниз очень хорошо опять же чувствуете квадрицепс чувствуете бедро чувствуете переднее и заднее бедро на выдох мы просеяли ниже хорошо у меня здесь есть комочек я могу взять иглу и вот в таком положении практически положение титаника мы идем к своему пути что я сказала я не знаю в общем мы идем к нашим шпагатам мы еще сидим вот здесь я советую вам посидеть побольше да может ножки немножко затекать немножко да есть такое будет хорошо чувствовать заднее бедро есть такое но мы должны дышать правильно мы делаем вдох носом и на выдох опускаясь еще ниже вот тогда нам станет чуточка поприятнее мы уже посидели и мы можем слезать аккуратненько раз и собрали ножки два важный момент тогда мы сидим здесь постарайтесь пожалуйста не опускать носочек вниз хорошо носочек остается здесь если мы опускаем носочек в пол то у нас разворачивается бедро вот оно открывается этого нам не нужно бедро у нас задние ножки закрыто ну что мои хорошие вы большие молодцы мы с вами проделали отличный комплекс который вы можете использовать дома вы можете использовать в зале после силовых тренировок и в принципе делайте это каждый день а я с вами прощаюсь но ненадолго до новых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх если вам понравилось пока пока муах